Зоя Ивановна взяла кредит, чтобы помочь дочери с покупкой квартиры. Сумма была небольшая – 50 тысяч рублей. И женщина платила ее исправно. Но, внеся последний платеж, она снова оказалась должна. Там мне квартира говорит, вот последний раз заплатить и все. Потом думаю, дайки на Воровское съездила, они говорят, 46 тысяч еще должна. Получается, они мне дали только 50 тысяч, а я заплатила сейчас все 100. Еще 46 тысяч осталось. Со своей бедой Зоя пришла к депутату Владимиру Бурматову. Чтобы помочь пенсионерке выбраться из кредитной ловушки, парламентарий подготовил запросы в правоохранительные и надзорные органы. Я считаю издевательство просто над пенсионерами, над пожилыми людьми, людьми заслуженными, когда их финансовые организации, причем это не микрофинансовые организации, а это банки, они их буквально обманывают, навязывая абсолютно кабальные условия договоров. Сейчас в Госдуме готовится законопроект, который запретит списывать банкам суммы за кредиты, соцвыплат, пенсии и детских пособий. Парламентарии могут принять документ уже на ближайшей сессии. Финансовым организациям запрещаем списывать деньги с социальных пособий, которые людям даются для того, чтобы их поддержать. До этого банки и оттуда умудрялись отщипнуть у людей копейку. Сейчас, во-первых, они этого делать уже не смогут, а во-вторых, должны будут вернуть еще и то, что тогда они у человека изъяли. Кроме того, уже есть закон, запрещающий оставлять людей без средств к существованию и списывать средства так, чтобы оставалось меньше прожиточного минимума. Информационная служба 31 канала.